Те семьи, кто испытывает какие-то финансовые сложности, для них этот вопрос особенно актуальный. Диана Миндубаева из Бугульмы, сама мама, предприниматель и общественный представитель бизнеса «Бусмена Республики». На встречу с президентом она пришла с предложением расширить возможность использования материнского капитала, например, в части оплаты репетиторских услуг индивидуальному предпринимателю. На данный момент такую возможность имеет только ООО. Индивидуальные предприниматели не имеют права на данный момент принимать материнский капитал в части оплаты своих услуг. Президент это предложение поддержал. Этим вопросом должны заняться на уровне федерального парламента. Чтобы индивидуальный предприниматель, как юридическое лицо, мог оказывать услуги, я думаю, что этот вопрос, он больше фарахов, я бы просил вас. Правилами, которые установлены постановлением правительства, оплатой и порядок оплаты, написана организация. Разница нет, если у него есть лицензии, сертификаты, предприниматель или юридическое лицо. Необходимо внести изменения в закон и изменить постановление правительства. Еще один проблемный вопрос – последствия общероссийского перехода с единого вмененного налога на патентную систему. Панели от предпринимателей в сфере общепита, особенно на селе, получили налог в разы выше, чем по ЕНВД. При применении ЕНВД усчитывалась торговая площадь, а в общественном питании – зал обслуживания. А в новом законе его сделали от всей площади. Я просто на примере своего магазина могу сказать. Общая площадь 101 квадратный метр, торговая 64, и сразу налог возрастает на 63%. Потенциальный доход годовой очень сильно ударил по деревням, селам, потому что его приравняли к районным центрам. Этот вопрос можно решить на уровне республики. Этим уже в ближайшее время должен заняться Госсовет Татарстана. У нас с 23-го, вот Фарик Карлович у меня был, будет сессия. Если мы успеем... На комитете рассматриваем эти вопросы. Четыре части будут себе вносить изменения. Физический объем – это от размера квадратных метров торговой площади, то есть полезной площади, а не общей площади. И еще коэффициент для малых сел. С второй и пятой группы муниципальных образований дополнительно пониженный коэффициент. А для сельских поселений, не являющихся центрами, еще дополнительно пониженный коэффициент. Также у предпринимателей возникли трудности после введения в стране маркировки для обуви. Для получения кода нужно дать полное описание товара. К достоверности и полноте этих сведений стали возникать претензии у надзорных органов. Данная система только-только входит в деятельность предпринимателей. И таким образом получается лазейка для изъятия товаров или приостановки деятельности вообще. К примеру, зимой товар изъяли, летом посуду вернули. И что делать летом с зимней обувью предпринимателю? Если явных таких грубых нарушений нет, предупредить. А если уже дальше будут какие-то замещания, понятно, вот такую форму работы мы можем? Да, рассмотрим, Стангалич. Я думаю, что мы найдем решение. С несколько неожиданной просьбой обратились из Нурладского района сделать налоговый вычет на снег. Снег у нас выпадает в больших количествах, в этом году вообще завалило нас. Средства уходят немалые. Мне взяли включить расходы на уборку снега в статью Налогового кодекса 346.16 и включить его точно так же, как расходы на дезинфицирующие средства. Как отметили, этот вопрос требует детального изучения, в том числе федералов. Главное, чтобы эта норма не стала предметом для мошенничества, для очень и очень многих людей. Поэтому здесь вот соблюдать надо баланс. Сегодня подробно обсудили около 10 вопросов. Это дополнительная поддержка самозанятых, льготы для производителей минеральной воды, преференции на логистику в интернет-торговле. Те вопросы, которые выносятся на эту повестку, они действительно излободневные и, как правило, требуют такого серьезного межведомственного работы. Сейчас в Татарстане в сфере предпринимательства заняты более полумиллиона человек. Это треть трудоспособного населения республики. Общий посыл встреч с президентом, бизнес нужно поддерживать. Дмитрий Аринин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань.